Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о самых древних нефтепроводах в истории человечества. Нефтепроводы существуют с 1860-х годов, в то время фургоны и плоскодонки были наиболее распространенным средством транспортировки бочек с сырьем, но отрасли требовалось что-то получше. Считается, что первый нефтепровод, построенный из двух деревянных досок, соединенных в форме буквы V, был проложен в 1862 году 4 в долине Оил-Крик, штат Пенсильвания. С помощью силы тяжести нефть поднималась на высоту около 1000 футов. Но, как отмечает историк Сэмил Т. Пис, высокие транспортные расходы и трудовые споры побудили нефтяников продолжать развивать трубопроводную технологию. К 1863 году в Пенсильвании был проложен железный трубопровод длиной в 2,5 мили. Укомплектованы насосами, помогающими перемещать нефть вверх по 500-футовому склону. Этот трубопровод был назван экспериментальным, особенно когда насос вышел из строя и в местах соединения произошла утечка. Первый полностью успешный трубопровод, в котором использовалось скованное железо и усиленные соединения для транспортировки от 1900 до 2000 баррелей нефти ежедневно по 5 милям суши, был построен в 1865 году. Сегодня самый длинный в мире нефтепровод для сырой нефти протяженностью около 2353 миль с 82 насосными станциями, поддерживающими поток более 1,6 миллиона баррелей в день, но в 1865 году 5 миль и 2000 баррелей все еще были довольно хорошими. Эти трубопроводы изначально предназначались для того, чтобы позволить частным компаниям контролировать транспортировку нефти, и именно против этой власти возражали активисты. К концу 19 века стандарт Оил контролировала 80% американских рынков транспортировки нефти, а нефть была слишком важным ресурсом, чтобы так прочно находиться в руках всего одной частной компании, считали реформаторы. Но, как писал историк Артур М. Джонсон еще в 1956 году, когда проблема трубопроводов появилась на национальной арене в качестве предмета государственной политики, было слишком поздно менять место, которое отводили трубопроводам частные предприятия и неадекватная государственная политика на государственном уровне в нефтяной промышленности. Хотя, стандарт Оил, в конечном счете, пришлось отказаться от своего почти полного контроля над отраслью, по словам Джонсона, даже после того, как правительство вмешалось в трубопроводный бизнес, это не сильно изменило то, как частная промышленность принимала решения о строительстве трубопроводов и инвестировании в них. Эта отрасль всегда сопротивлялась вмешательству, что сделало бы гораздо более удивительным, если правительство США в конечном итоге отклонит разрешение Кистенкселл. 150 лет назад человек по имени Сэмюэль Ван Сикелл построил первый в стране коммерческий нефтепровод в пересеченной местности северо-западной Пенсильвании. Его трубопровод изменил способ транспортировки нефти, и это также изменило бы современный мир, но не раньше битвы, по сравнению с которой дебаты по поводу трубопровода Кистенкселл выглядят жалкими. В январе 1865 года место, где всё это произошло, под названием Питхоул, на самом деле не было нигде, просто участок дикой природы в предгорьях Апалачей. Затем бурильщики открыли фонтаны на трёх скважинах, и всё изменилось. К сентябрю, по оценкам, 15 тысяч человек переехали в Питхоул. И вскоре Ван Сикель построил свой трубопровод протяжённостью 5,1 миль. Место под названием Питхоул. Прогуливаясь по заснеженной территории того, что раньше было Питхоул-Сити, Сью-Битц, куратор близлежащего музея Дрейк Уэлл показывает место, где когда-то стояли старые методистская и пресвятерианская церкви. Но в Питтл было нечто большее, чем религиозная преданность, объясняет она. Там были атели, ювелирный магазин, аптеки, дома с дурной репутацией, множество салунов, всевозможных притонов, бильярдных и тому подобное. Ван Сикель приехал в регион в качестве покупателя нефти, посредника. Как и все остальные, он был там, чтобы сделать своё состояние. Но на пути бума буровых скважин было серьёзное препятствие. Как только люди оказались там, они обнаружили, что одно дело добывать нефть из-под земли, но совсем другое, пытаться вывести её на рынок, говорит Кристофер Джонс, историк из университета штата Аризона. Основным способом транспортировки нефти в течение первых нескольких лет существования отрасли были погонщики, говорит он. Но это было задолго до профсоюза с тем же названием. Это были люди, управлявшие фургонами, запряжёнными лошадьми, и они собирали нефть в большие бочки, трехсотфунтовые баррели нефти, которые они загружали на свои фургоны и тащили их по различным дорогам, говорит Джонс. Дороги, заполненные грязью толщиной до двух футов, отмечает Битц. Работа была невероятно тяжёлой, но водители заставили её окупиться. У них определённо была монополия на это, говорит Битц. Нефть продавалась примерно по пять долларов за баррель, три доллара из которых достались погонщикам. Таким образом, стоимость транспортировки нефти была такой же, или даже больше, чем сама нефть. У него были механические способности и видение того, как делать вещи, которые превосходили большинство других людей, которые туда ходили, говорит Джонс. К лету 1865 года Ван Сикел собрал в банке сто тысяч долларов. За пять коротких недель он построил первый в стране трубопровод. Или, если быть более точным, первый нефтепровод, который «не протекал как решето», добавляет Биац. Трубопровод Ван Сикела был из кованого железа и имел два дюйма в диаметре. По сегодняшним меркам это крошечное сооружение, но это было инженерное чудо. По словам Джонса, одной из проблем было предотвращение разрывов. Убедившись, что соединения были достаточно надёжно заварены, чтобы даже при давлении, необходимом для проталкивания нефти по трубопроводам, это давление не раскололо трубы на части и не разрушило трубопровод, говорит он. Топография вдоль маршрута также была сложной задачей, говорит Биац. Вы можете видеть крутые холмы, по которым он должен был проходить, вот почему там были паровые насосы, помогающие поднимать нефть по холмам, говорит она. Тогда он мог бы самотеком спускаться по следующему холму, а затем паровым насосом подниматься обратно на следующий холм вплоть до фермы Миллера, к железной дороге. Саботаж, угрозы и драки. Инженерия работала отлично. Но погонщики, эти суровые парни, которые таскали деревянные бочки с нефтью на упряжках лошадей, были не слишком довольны трубопроводом Ван Сикела. Итак, как только строительство трубопровода было завершено, несколько рабочих посреди ночи отправились на различные участки пятимильного трубопровода, вырвали его из земли и разобрали трубу на части, так что она перестала работать, говорит Джонс. Биац добавляет, они взяли кирки, лошадей и цепи и разорвали трубу на части. Были угрозы и кулачные бои, но Ван Сайкел восстановил свой конвейер. И на этот раз он нанял шерифа и свою собственную команду безопасности. Наняв свои собственные вооруженные силы для патрулирования линии, он в конечном итоге победил погонщиков, и они прекратили попытки саботировать его линию, объясняет Джонс. И точно так же новая технология сделала бы всю линию работы устаревшей. По оценкам, за пять недель пятьсот погонщиков остались без работы, говорит Биац. По ее словам, за пару лет сотни трубопроводов пересекли западную Пенсильванию, родину американской нефтяной промышленности. Везде, где случалась крупная забастовка нефтяников, должен был быть трубопровод для транспортировки нефти к железной дороге, говорит Биац. А как насчет Ван Сикела? По словам Джонса, сделав несколько неразумных ставок, он проиграл свой нефтепровод банку. Позже изобретательный Ван Сикель разработал несколько новых методов очистки нефти. Но в течение десятилетия появился бы кто-то другой, чтобы доминировать в нефтепереработке, трубопроводах, железнодорожных перевозках, почти во всей нефтяной промышленности. Его звали Джон де Арокфеллер. Эмюэль Ван Сикел пережил множество неудач в своей карьере, многие из них произошли после строительства трубопровода, но пока он все еще работал в нефтяном регионе. Они не будут здесь пересказываться. Маклорин в своих «Очерках о сырой нефти» 1896 сказал о Ван Сикеле следующее, «Несмотря на частые финансовые неудачи, серьезные люди, такие как Сэмюэль Ван Сикел, приносят пользу человечеству». Нефтяной бизнес гораздо лучше подходит для плодородного ума и настойчивости человека, чей трубопровод первым доставил нефть на железную дорогу. Его пример стимулировал других людей, сочетавших острое восприятие и исполнительные способности, которые могли отделять зерна от плевел и отбрасывать бесполезные и неосуществимые.